Обычное утро после прошедшей метели жители района Юго-Запад-1, как и всех остальных, отдаленных от центра, начинают с уборки снега. Вооружившись лопатой и самодельными снегоуборочными приспособлениями, люди уже по привычке сами себе прочищают выездные пути. Но причина та же, что и раньше. Специальная техника коммунальных служб здесь редкий гость. За всю эту зиму снегоуборочную технику я лично видел один раз, где-то в прошлом месяце. Она чистила дорогу на центральной улице. Мы думали, что будут приезжать расчищать и сюда, но нет. Как видите, у нас куча снега. Убираем сами, как можем, потому что потом невозможно будет выехать на трассу. То, что снегоуборочные машины облюбовали центральные проспекты и не доезжают до экран города, для октябинцев далеко не новость. Из-за редкого внимания, а порой и полного его отсутствия, жилые массивы утопают в сугробах. Такую ситуацию люди наблюдают буквально каждый год, особенно в секторе частной застройки. Зима для нас, жителей Юго-Запада, была всегда проблемной из-за скопления снега. Мы стараемся не надеяться, что к нам приедут снегоуборочные машины. Видим, что на центральных проспектах чистят дороги всегда, а вот наши частные сектора обделяют. Хотя здесь тоже живут люди, ходят на работу, а детям трудно добираться до школы. Выходит, что говорить о качественном уходе за дорогами, в частности, этой бесснежной зимы, говорить не приходится. Но наши многочисленные сюжеты по этому поводу, городские коммунальные службы пока никак не реагируют, а выйти на связь с ответственными за это лицами практически невозможно. Город дел ЖКХ занял подозрительно-оборонительную позицию в отношении журналистов. А учитывая то, что синоптики обещают неожиданное обилие снегопада в ближайшие дни, ожидать оперативного реагирования на это коммунальных служб, видимо, уже заранее не стоит. Вопрос при этом напрашивается сам собой. Каким образом тогда осваиваются выделенные бюджетные средства на зимнее содержание дорог? Причем немалые.